А сейчас к теме безопасности. Региональное управление МЧС проводит в эти дни традиционные рейды по местам продажи пиротехники. Задача, как всегда, одна – максимально предупредить травматизм среди граждан, убрав с рынка продукцию, не соответствующую стандартам. Последние недели до Нового года традиционно горячая пора у граждан. При этом, как известно, закупают они не только ёлки, игрушки и деликатесы. Ещё один ходовой товар – пиротехника. Продукция, представляющая повышенную опасность, строго соответствия её всем требованиям, наличие сопроводительных документов, проверяют в эти дни сотрудники МЧС по всей Тверской области. Можно, пожалуйста, предоставить сертификат соответствия на данное практическое изделие? Пожалуйста. Сертификат соответствия имеется на данный артикул? Да, конечно. 51-59. 51-59. Замечательно. Однако мало просто приобрести петарды, хлопушки или бенгальские огни. Надо твёрдо помнить правила их использования. В первую очередь, потешные огни не должны попадать в руки детям. Неизвестно, что произойдёт при поджигании ребёнком той или иной петарды. Тот же самый бенгальский огонь может упасть на ковёр, на линолеум или на клеёнку стола, допустим, и произойдёт возгорание. Тот же для нашей съёмочной группы Семён Будков продемонстрировал пример того, как надо обращаться даже с такой простенькой петардой. Находим наиболее подходящее место для его использования согласно инструкции. Поджигаем, бросаем и отходим. Стоит также помнить, что зажигать пиротехнику можно только в определённых местными администрациями местах. Вокруг не должно быть плотной городской застройки. И уж тем более крайне нежелательно взрывать петарду или салют, находясь в состоянии сильного подпития. Статистика травмпунктов в новогоднюю ночь – хорошее тому свидетельство. Продолжение следует...